Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. За сутки на Могилевщине произошло 5 пожаров. Есть и погибшие. Отголоски ЧП. Все находится в безопасном эксплуатационном режиме. В городе проверили потолки на прочность. Ушел и не вернулся. В Бобруйском районе не могут найти пропавшего мужчину. Мы начинаем. Непростыми выдались прошедшие сутки для спасателей Могилевщины. Подразделения МЧС совершили 9 выездов. 5 из них на тушение пожаров и 4 на оказание технической помощи. Один человек погиб. Один спасен. Удалось отстоять у огня жилой дом и два хозяйственных строения. 17 декабря в 9.39 утра спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Максима Горького. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Хозяин находился на улице. Оперативными действиями спасателю удалось быстро ликвидировать загорание и остановить распространение огня по всей площади. Таким образом спасен горящий соседний дом. В результате повреждена часть кровли и перекрытия пострадавших нет. Также возгорания были в эти сутки в Могилеве, а также в Белыническом, Хотимском, Чауском и Бобруйском районах. 19 декабря около 3 часов утра жители деревни Слобода Бобруйского района сообщили о пылающем жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили на кровати в комнате 48-летнего хозяина без признаков жизни. В результате пожара уничтожена кровля в доме, частично повреждено перекрытие, сгорело имущество. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Бобруйчанка, которая на форт сбила двоих пешеходов вечером 14 декабря и врезалась в дом, была пьяна, сообщает СК. Один из пешеходов в тот день погиб на месте. Как мы сообщали ранее, ДТП произошло на улице Комбинатской. 55-летняя женщина сбила двоих мужчин, после чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб, протаранил забор и врезался в нежилой дом. Автомобиль Volkswagen, двигаясь со стороны улицы Ленина, совершил наезд на двух пешеходов. 27-летний парень скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Происшествие в начале ноября в одном из крупных торговых центров столицы всколыхнуло всю страну, в самом сердце Минска, в комплексе «Арена-Сити». Напомню, обрушилась часть потолка. В результате инцидента пострадала девушка. Чуть позже следствием было установлено – оборвались крепления. После ЧП следователи возбудили уголовное дело. И тогда же было решено проверить все места массового скопления людей в республике. Бобрусская спасатель обследовали. В рейс МЧС отправилась Елена Кутузова. Масштабные проверки торгово-развлекательных центров и других объектов массового скопления людей первым делом стартовали в Минске. Причина тому – инцидент в «Арена-Сити». В Бобруське тоже решили перестраховаться. Наша съемочная группа попала на обследование в комплексе «Карусель» в торговом зале подвесной потолок конструкции «Грильята». Система проста и надежна, уверяет администрация магазина. И за безопасностью покупатели и персонала здесь следят скрупулезно. Две проверки в год – весной и осенью. Все проходят без замечаний. Плюс еще сразу после ЧП в «Арена-Сити» здесь провели экстренный контроль. Мы проверили наши потолочные системы, все, не только потолок, но и наши светильники, наши рекламные подвесные системы. И подтвердили, что все находится в безопасном эксплуатационном режиме на сегодняшний день. Мне кажется, что такие мероприятия надо проводить ежегодно. Не придерживаться только плановых, но и неплановых, потому что это мобилизирует и нас, мобилизирует и подрядчиков, и персонал. «Армстронг», «Гипсокартон» и «Грильята» во время проверок в центре внимания спасателей дефекты, прогибы и состояния подвесных систем и потолков. Главное условие – чтобы все было надежно и эксплуатировалось в соответствии с проектно-сметной документацией. Визуально дефектов не выявлено. Дефектов нет, да. Если что-то находится, то устраняется в кратчайшие сроки. Безопасно должно быть везде, как в торговых залах, так и в административных помещениях. Задача стояла до 19 декабря проверить все торгово-развлекательные и торговые центры. На сегодняшний момент в городе Бобруйске проверено 42 здания. Нарушение не выявлено. Теперь бобручане могут не поднимать голову вверх и спокойно рассматривать витрины в поисках новогодних подарков. Визуальные осмотры во всей республике пройдут до 19 декабря, после чего МЧС изучит результаты и подведет итоги. Елена Кутузова, Иван Боровой, Бобруйск, 360. В Бобруйском районе правоохранители уже неделю ищут 43-летнего мужчину. Сергей Михальченко покинул Каменский психоневрологический дом-интернат неделю назад. И до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Директор учреждения Галина Савченко рассказала, 11 декабря мужчина был на территории интерната, но на ужин так и не пришел. Известно в Бобруйске и районе у него родных нет. На вид мужчине 40-45 лет, рост около 160 сантиметров, волосы русые, короткие глаза карие, носит очки для зрения. Сергей Михальченко был одет в синюю балуневую куртку, серую шапку, брюки серого цвета и черные ботинки. Если вам что-то известно о его местонахождении, позвоните по телефону, который вы видите на экране. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Арианс. Увидимся через неделю.